В моем шоколаде все исключительно. Основа, вкусовое сочетание, упаковка. Но разбираться, как его доставить покупателям, нет времени. Можно не разбираться в процессах доставки. Маркет сам доставляет ваши товары до покупателей по стране, а при подключении экспресс-доставки по городу за один-два часа. Начните продавать с возможностями Яндекс.Маркета. Дорогие друзья, здравствуйте. Сразу хочу сказать, что у нас опять за эти месяцы невероятный всплеск новых подписчиков. Спасибо большое, что подписываетесь на канал. Спасибо большое за то, что смотрите мои выпуски. Я с очень небольшим анонсом 9 сентября в театре на Таганке я буду делать творческий вечер. Понятно, что это пенсионно очень звучит, поэтому я написал огромный исторический стендап на полтора часа. И буду в театре на Таганке это представлять. Билеты по ссылке в описании. Там, по-моему, осталось с чем-то билетов уже, потому что я особо вещь не рекламировал, они как-то сами собой разбежались. Ну, в общем, я буду счастлив, если вы придете и посмотрите, что я вам там заготовил. Друзья, здравствуйте. Последнее время очень часто слышно, особенно от экономистов. Вот нас ждет новый НЭП, а мы можем войти в эпоху нового НЭПа. При этом, что такое НЭП, как он развивался, большинство не знает. Ситуации совершенно разные с 1921 годом и с 2022. В общем, есть какие-то, конечно, параллели, но на самом деле НЭП это достаточно уникальная история в советской России. Это довольно короткий, довольно яркий и противоречивый период. И, собственно говоря, мы сегодня с вами об этом поговорим. Ну, начать стоит с того, почему вдруг государство большевиков решило поменять экономический курс. Потому что что такое НЭП? НЭП, согласно Ленину, это новая экономическая политика. Все очень просто. НЭП начинается в 1921 году. Что этому предшествовало? Революция состоялась в 1917 году. Затем страна на два года погружается в пучину кровавейшей гражданской войны. Это вообще отдельная тема для передачи. Совершенно чудовищная катастрофа, огромная трагедия для всех. Понятно, что в условиях гражданской войны ничего не работает. Большевики национализировали банки, заводы, запретили частный бизнес, запретили частную торговлю, запретили любые товарно-денежные отношения. Армию нужно кормить. Хлеба не хватает. Поэтому начинается политика продразверстки. Когда у крестьян изымают излишки зерна, появляется продаармия, появляются продотряды. Собственно говоря, на крестьян ложится основное бремя гражданской войны. Мало того, что она ведется на территории, где деревни, деревни разоряются, сжигаются, так еще, в общем, если ты успел спасти свое хозяйство, у тебя изымают излишки зерна. В общем, изымали совершенно разное количество, поэтому это, конечно, вызывало голод, плюс еще был не очень хороший урожай. В общем, положение крестьянства катастрофическое. Положение заводчан тоже плохое, потому что заводы стоят, людям негде работать, людям никто не платит заработную плату. Что делают рабочие? Рабочие, на которых делали основную ставку во время Октябрьской революции большевиков. На пролетариат. Пролетариат начинает массово отваливать с завода в сельскую местность, чтобы прокормиться, что называется, на огородах. Это второй фактор. Третий фактор – инвестиции. Для того, чтобы перезапускать всю эту промышленность, нужны деньги. Денег взять неоткуда, потому что страна Советов в экономической блокаде, поэтому нужно каким-то образом выстраивать свои отношения с Западом. Но самое главное – это то, что парализована любая торговля. Дефицит всего – от галош до шоколада, условно говоря. И в какой-то момент, а это именно в 21-м году, большевики, главным образом Ленин, понимают, что так дальше жить нельзя. Но самое главное, что подталкивает большевиков поменять экономическую политику – это бунты. Тамбовщина, Украина, Дон, Кубань, Поволжье – жесточайшие крестьянские восстания. Крестьяне начали роптать, потому что у них забирают хлеб. Это главный продукт вообще их производства. У них забирают зерно. Начинаются бунты, которые довольно жестоко подавляются Красной Армией. В марте 21-го года восстают моряки в Кронштадте. Для подавления этого восстания Красная Армия использует артиллерию. Часть восставших погибает, часть восставших арестовывает, какая-то часть уходит по льду Финского залива в Финляндию. То есть, в стране растет недовольство, потому что большевики после революции власть удержали, а экономика развалилась. Развалилась из огромного количества факторов. Еще, конечно, мы не забываем, что вообще Россия находилась, в 21-м году уже, конечно, нет. Но в момент Октябрьской революции она находится в состоянии еще и войны, потому что идет Первая мировая война, и потом Ленин подпишет Брестский мир, но все это будет потом. В общем, все эти факторы развалили экономику страны. Страна находится не на грани, а просто конкретно в экономической бездне. Когда мы говорим про НЭП, в первую же очередь вспоминаем о реформах в сфере хозяйства и промышленности, которые впоследствии повлияют на ход экономического развития Советской России и Советского Союза. Говоря же о дне сегодняшнем, хочется рассказать об открытии в Пензенской области крупнейшего завода по глубокой переработке индейки. Как вы уже поняли, я говорю про свою любимую и самую лучшую индейку от Индилайт. На новом заводе группы компаний Домате внедрены самые современные технологии в области автоматизации и роботизации процессов пищевой промышленности. На предприятии функционирует пять цехов, на которых производятся ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, а также готовые к употреблению полуфабрикаты, наггетсы и замороженные запеченные котлеты. Вся продукция производится из 100% мяса индейки. Продукция, которая сейчас на моем столе прямо с нового завода. Даже вот знакомая вам всем докторская колбаса, теперь из индейки. Ну это вкусно, легко, всем советую. Индейку Индилайт в каждый дом. Ссылка в описании, а мы в НЭП. И вот 14 марта 2021 года Ленин на съезде РКПБ говорит о том, что нужна новая экономическая политика. НЭП. Что нужно каким-то образом частный сектор поднимать, разрешать торговлю. Потом риторика изменится, что нужно отдавать какую-то часть предприятий в частные руки. Нужно налаживать контакты с иностранцами. То есть не было такого, что вот раз Ленин взял и сказал, а теперь по-новому НЭП. Конечно, это был долгий процесс. И по большому счету, если мы посмотрим политические дневники, воспоминания политиков тех времен, с Лениным в общем практически никто не был согласен. И дело доходило до такого, что Ленин, обращаясь к своим сторонникам, сказал, вы были совершенно не согласны, когда я предложил подписать с немцами Брестский мир. Даже последние глупцы понимают, что это было правильным решением, которое позволило нам выиграть время, перегруппироваться и удержать власть. Теперь вы также протестуете против моей инициативы по новому экономическому курсу, по новой экономической политике. Я понимаю, что вы тут все поднаторели в политической и парламентской борьбе, поэтому я как голова вообще могу сложить в себя полномочия и, собственно говоря, занимайтесь всем этим сами. То есть по слухам дело доходило до того, что Ленин хотел уйти в отставку. Ну, конечно, на раскол партия не пошла. Более того, был выпущен манифест о единстве партии большевиков. Но, тем не менее, по многочисленным дневникам, по свидетельствам очевидцев, Ленина поддерживает всего несколько человек. Троцкий категорически против НЭПа, потому что он, например, считает, что частная торговля – это то чудище, которое мы сейчас выпустим. Оно поменяет нам экономику, вслед за этим оно нам поменяет общественный уклад. И, в общем, он не так уж и не прав был. И после этого вся наша эта революционная история большевизма потихонечку будет осыпаться, а потом исчезнет. Калантай была совершенно против этого. То есть было очень много ярких политиков того времени, ярких большевиков, будем говорить, которые были против ленинского курса. И ленинский курс менялся в течение 21-го года. Сначала мы говорим о временной экономической политике на очень узком пространстве. Чуть-чуть про крестьян поговорим, чуть-чуть про мелких лавочников. Потом Ленин идет дальше. И дальше, и к осени 21-го года он уже говорит, что мы, естественно, НЭП является нашей уступкой буржуазному образу жизни и буржуазной экономики. Но нам эта уступка необходима. И непонятно, как далеко нам придется отступать. Потому что мы экономику не вытянем. Образ НЭПмана очень карикатурный. Потому что в отечественной историографии, в отечественном плакатном искусстве того времени, в сатирических журналах – это всегда очень злая карикатура. Здесь толстый мужик в шубе с бобровым воротником или в костюме, брюки которого заправлены в сапоги. Рядом какая-то кокотка в шляпке с завитыми кудрями. Все эти НЭПманы, значит, сидят, чтобы, в общем, было правдой. Сидят в ресторанах, курят сигары. Здесь алкоголь, где-то кокаин, богемная атмосфера. Не прекращающийся этот верте в столицах и в Питере, и в Москве. И, собственно, цитирую Сергея Есенина. «Шум и гам в этом логове жутко. Мы всю ночь напролет до зари. Я читаю стихи проституткам и с бандюгами жарю спирт». И во многом, конечно, это было совершенно так. Но НЭП, конечно, это не просто мелкая розничная торговля. Это не просто рестораны. Это не просто какие-то частные мастерские. Это совершенно новая экономическая политика, которая, конечно, коснулась всех отраслей. Первое заблуждение, что, конечно, только спекулянты занимались НЭПом. Нет, на самом деле, огромное количество людей с помощью новой экономической политики заводили маленькие мастерские по ремонту обуви, одежды, часов, какой-то индивидуальный пошив, парикмахерские. Ну, то есть, то, что сейчас называется ИПшниками. Вот эта масса ИПшников, она возникла. Это с одной стороны. С другой стороны, с помощью всех этих новых экономических веяний стала развиваться, а точнее, подниматься из руин промышленность, чтобы хотя бы на дореволюционный уровень ее вывести. И поэтому, конечно, нужно рассказать о каждой отрасли. Начнем с крестьян. Это потому что началось с крестьян, и, в общем, после крестьянских восстаний все это и началось. Значит, продразверстку отменили. По продразверстке у крестьян забирали до 70% зерна. Ну, понимаете, да, если переводить сейчас на сегодняшний день, у вас просто из зарплаты 70% забирают каждый месяц на нужное государство. Соответственно, ввели продналог, который поменял схему, вместо 70% изымали 30%. Это тоже довольно много, но все-таки это не 70%. Крестьянам позволяли расширять свои наделы и обрабатывать их. Соответственно, стали возникать зажиточные крестьяне, которых называть потом стали кулаки. То есть крестьянство развивается. Они обрабатывают земли, они пашут, сеют и продают свой урожай. Потому что государство закупает по фиксированным ценам. В урожайные годы цены меньше. В неурожайные государство старается повысить цену закупки зерна. То есть крестьянству жить, конечно, становится гораздо легче, чем во время гражданской войны. Теперь промышленность и производство. Здесь самые сложные моменты. Потому что для того, чтобы отдать промышленность в частные руки, мало одной бумаги. То есть, конечно, никто крупную промышленность в частные руки не отдавал. Приостановлена была национализация. И позволялось брать в аренду предприятия небольшие и на них что-то производить. А как ты будешь производить? Для того, чтобы производить, тебе нужны две вещи. Тебе нужно сырье, и тебе нужны финансы. И сырье, и финансы оставались в руках у государства. Государство изменило управление промышленностью. Теперь руководство промышленностью было распределено между советами народного хозяйства, которые делились на союзные, республиканские и совет народного хозяйства местного уровня. И второе, это прямое управление фабричной промышленностью через главки отменили и ввели тресты. Что такое трест? Трест это структура, которая управляет от 10 до 20 предприятий в одной отрасли, чтобы создавать из них такой единый механизм. Ну, условно говоря, я сейчас буду на пальцах объяснять. Ты делаешь трубу, ты для этой трубы делаешь вентили, ты обеспечиваешь логистику, и вот так все это в тресте замкнута. Соответственно, позволялось брать некоторые предприятия в аренду и на них что-то производить. Скобяные товары, обувь, ткани и так далее. Но как производить, если производить не из чего? И вообще, для того, чтобы арендовать предприятие, это нужно было предпринимателю пройти 149 кругов ада. Документы, разрешение, согласование, благонадежность, буржуазное происхождение есть у вас? Ну, не знаю, может быть, мы вам это все не отдадим в управление, это тоже как-то сложно. И тут на помощь русскому предпринимателю, советскому предпринимателю, НЭПману, что приходит? Коррупция, разумеется. Потому что, конечно, чиновники советские превратили НЭП на предприятиях в свои частные лавочки. То есть, они вместе с коммерсантами использовали коммерсантов как дропов своих, и через них реализовали свои властные полномочия. Ну, то есть, было, например, известное дело, когда государство закупило парафин. Вот, закупило оно сколько там, 15 тысяч тонн парафина. И государственная структура это закупила, продала частной, например, структуре ромашка за полтора миллиона рублей в долг. Частная структура ромашка продала частной структуре Василек уже за 3 миллиона. Василек продал Бобру и Жучке за 3,5 миллиона, а Бобер и Жучка продал на финальный завод за 5 миллионов. И финальный завод расплатился с государством. То есть, во всей этой цепочке все заработали денег и закатили чиновникам. Все прекрасно это работало, потрясающе. Вторая история, известная очень, это дело МосМета. Ну, вы знаете, все конторы в Советском Союзе, если вы смотрели фильм «Собачье сердце», вы помните эти названия «Главрыба», «Главснап», «Главторг» и так далее. Ребята создали контору, которая называлась «МосМет». Очень похоже на государственное название. Там «МосМет», «Московский металл». И, войдя в коррупционную сделку с трестом металлическим и с трестом, который управлял железными дорогами, они начали получать господряды, участвовать в государственном строительстве, распределять государственные ресурсы, получать государственные кредиты. Потому что банки начали это все финансировать. Важный момент, я к нему позже вернусь, банки стали возрождаться. То есть финансирование мелкого и среднего бизнеса и финансирование промышленности стало оживать. И это дало невероятный импульс торговли и воссозданию промышленности. И вот в этих мутных водах, конечно, люди кормились. Кто-то отдавал доли чиновникам соболями, черной икрой, водкой, золотом. Кто-то платил деньги. И вся эта система работала. Конечно, нельзя утверждать, что была поголовная коррупция. Но очень много дел, которые расследовало ВЧК УГПУ, которые говорят о том, что советские чиновники с этими нэпмановскими элементами вступали в сделки. Они вместе с ними ходили по кабакам, публичным домам и дербанили государственные деньги. Это вот два способа многоступенчатой перепродажи и выдавания себя за госструктуру. Это два способа. Был третий способ, он был вообще самый простой, когда с помощью коррупционной договоренности в Госбанке брали деньги на производство, например, консервов из оленины. Брался кредит, кредит тут же обналичивался, человек уезжал в Туркестан или какие-то новые территории. То есть, просто деньги воровались. Такие схемы тоже были и тоже о них известно. Но, тем не менее, в любом случае промышленность стала расти. Люди, рабочие из деревень, стали возвращаться на заводы. И вот эта та самая смычка между городом и деревней, о которой говорил Ленин, она начала притворяться в жизнь. Друзья, я столько лет изучаю историю, а она продолжает меня удивлять. Число миллиардеров в мире продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии. И знаете почему? Биржа. Благодаря бирже сегодня каждый имеет дополнительную возможность заработка и доступа к инвестициям. Сейчас, когда ситуация на инвестиционном рынке нестабильна, самое главное это надежный и профессиональный брокер, которому можно доверять. Брокер это главная точка опоры, как для опытных игроков, так и для начинающих. Поэтому, друзья мои, я хочу сегодня вам рассказать об одном из топовых онлайн брокеров, который называется Amarkets. За 15 лет работы на финансовых рынках Amarkets получил высокий рейтинг надежности и огромное количество отраслевых наград. Главное преимущество Amarkets – широкий выбор торговых инструментов. Топовые криптовалюты, торговля долларами и евро без комиссии. Инвестирование в акции зарубежных компаний и многое другое. Сотни инструментов, низкие комиссии, ежедневные торговые сигналы от профессиональных трейдеров, которые позволяют зарабатывать уже с первого дня. С Amarkets клиенты могут зарабатывать в валюте и выводить прибыль на рублевые счета по рыночному курсу. А пополнить счет можно легко и с любой российской карты. Первые тысячи клиентов, которые откроют счета с Amarkets по промокоду Minaev, получат уникальные дополнительные условия. Вы сможете увеличить свой первый депозит на 20%. Все подробности по ссылке в описании. Главное – выбрать надежного брокера. Второй момент, где взять деньги молодой Советской Республики. Она в экономической блокаде. Потому что, как вы помните, помимо гражданской войны была интервенция, когда страны-антанты осуществляли интервенцию и объявили фактически войну молодой Советской Республики. Война закончилась, и советская дипломатия в лице красно-главным образом начала переговоры о создании совместных предприятий, которые тогда назывались концессиями. Была такая конференция в итальянском городе Рапало, дипломатическая конференция, где советская дипломатия в основном с немцами, с Веймарской Республикой подписали концессионный договор. И на территории Советского Союза начинают действовать концессии. Что это значит? Ты берешь ленский рудник, пресловутый, на который всех революционеров ссылали, который уже убит, ничего там не добывается, потому что ничего невозможно добыть. Иностранцы вкладывают деньги, они привозят оборудование, они привозят специалистов и делят прибыль с молодой Советской Республикой. Если спустя несколько лет по законодательству ленский рудник или любое другое предприятие на заявленный объем производства продукции не выходило, его забирали обратно в собственность государства. И, конечно, иностранцы потом будут жаловаться, что советы их обманывают, мы вложили денег, а они все, значит, у нас через 3-4 года забрали. Но, тем не менее, действует круп, вы знаете, огромный немецкий сталилитейный магнат. У него несколько совместных предприятий, то есть несколько концессий на территории Советской России. Есть торговый дом Акрон, который возник в Лондоне. Он способствует тому, чтобы возобновлялись торгово-промышленные связи с Англией. То есть англичане тоже что-то начинают инвестировать. Начинают что-то инвестировать французы. Французы были одни из основных кредиторов Царской России. Когда молодая Советская Республика сказала, что она за долги вот этого Царского правительства ответственность не несет, французы были одними из главных пострадавших, потому что у них было огромное количество у населения просто, и у бизнеса акций, облигаций Царской России, по которым выплат больше не было. И тогда советские чиновники дипломатические, ну, давайте вы сейчас тоже инвестируете чуть-чуть, и мы как-то там, может быть, по царским долгам что-то пересмотрим. В общем, путем переговоров западные деньги в страну пришли. Конечно, не в том объеме, конечно, не с такой быстротой, но, тем не менее, концессии существовали. К 30-м годам, когда были ликвидированы последние концессии, конечно, все эти предприятия оказались в руках государства. Еще один безумно интересный персонаж, о котором вообще книги о нем написаны, и фильм, по-моему, тоже снят, это Арманд Хаммер. Это молодой предприниматель американский, который приехал в Советский Союз, встретился с Лениным, и так он его обаял, что Ленин ему подписал несколько концессий. У него была золотая концессия, металлургическая концессия, и Хаммер открыл в России фабрику по производству карандашей, потому что письменных принадлежностей, как вы понимаете, тоже был дефицит. И он совершенно легендарная личность, потому что, помимо прямых инвестиций, как можно было получить валюту, распродавать сокровища Российской империи. Музейные коллекции, частные коллекции, коллекции фондов. И вот Хаммер, в частности, был таким агентом, был таким представителем по связям между Соединенными Штатами Америки, а фактически Западным миром и Советской Россией. Через него шел огромный поток роскоши. От картины икон до знаменитой коллекции яиц Фаберже. Часть этой коллекции сейчас у Виксельберга, если я не ошибаюсь, она экспонируется в России. Вот Хаммер на этом заработал огромные деньги. И уже после смерти Ленина, он пережил всех, он умер, по-моему, в 90-м году. Он считался агентом влияния России, а впоследствии Советского Союза. На него были арендованы какие-то склады в Риге, где ОГПУ что-то хранило. Он финансировал каким-то образом операции НКВД за границей. Все это через него проходило, он считался советским агентом. Было несколько разборок, в частности, знаменитая группа сенатора Маккарти, которая искала коммунистов уже в 50-х годах. Хаммер туда, естественно, записал. Но все ему магическим образом сходило с рук. Я полагаю, что помимо того, что человек заработал огромные деньги на экономических операциях с Россией, он, конечно, осуществлял челночную дипломатию и был таким посредником в кулуарных переговорах между Советским Союзом и, главным образом, Соединенными Штатами Америки. В Москве есть такое здание, вот как оно выглядит, Центр международной торговли. Он вообще назывался в конце 80-х, когда его начали строить, Хаммеровский центр. Потому что он строился на чьи деньги? На деньги Армонда Хаммера. Вот такой был. Брежнев его называл главный друг Советского Союза. Еще при Ленине человек начал зарабатывать. И продолжил это, собственно, до самой смерти. Вот, концессии работали, кое-как они работали. Но, тем не менее, конечно, инвестиции в Россию пошли. Но к 30-м годам, как к концу НЭПа, все это дело испарится. Следующая важная вещь – это финансовая реформа. Большевики вообще, как вы, наверное, слышали, хотели отказаться от денег. Потому что вообще зачем советскому человеку деньги? Деньги – это пережиток буржуазного прошлого. Вообще советскому человеку никакие деньги не нужны. Вот он работает на предприятии и, соответственно, в связи с нормой выработки получает какие-то экономические блага. Медицину, еду, то, сё, пятое, десятое. Ты понимаешь, что это оказалось полной утопией. Но советские ассигнации, которые называли лимонами. То есть, когда вы слышите сейчас слово «миллион лимон» – это не блатной жаргон. Это всё вот оттуда, из революционной России к нам пришло. Потому что инфляция была жесточайшая. Сначала там печатли тысячные, купили, сто тысячные. Потом миллионные. И всё это, конечно, обрушило национальную валюту. Обрушило рубль, он перестал конвертироваться. Есть потрясающий фильм «Республика Шкит». Как беспризорники в Советской России жили. И вот там один был беспризорник. Он занимался тем, что он сам на обед не ел хлеб, а складывал его. И потом сужал этот хлеб своим однокашникам. Вот тебе, ты худенький очень. Посмотрите, потрясающая. У него такая сцена есть. Там ты худенький что-то, не доедаешь. Вот тебе хлебушек. Спасибо, за ужином отдашь два. И, в общем, он так их всех запутал, что у него было огромное количество хлеба, которое он стал торговать. И там есть блестящая сцена, когда приходят какие-то бабки в салопах. И он им через черный ход продает буханки хлеба. Он в такой ситцевой рубашке уже волосы расчистные на прямой пробор. Ему там покупательница говорит, и сколько с меня? С вас, мадам? Два миллиона. Она ему говорит, ух, мироед. Два миллиона стал хлеб. И, естественно, дисбаланс был жуткий. Кредитно-финансовые учреждения не работали. Кредиты не выдавались. И рубль лихорадил. Надо сказать, что была проведена довольно блестящая, особенно учитывая то состояние разрухи, финансовая реформа, когда сначала начали сдерживать инфляцию, потом выпустили золотой рубль, в котором было содержание золота, и он начал уже котироваться на международных рынках. То есть он стал валютой. Потом начали постепенно, постепенно, постепенно сжимать количество печатных этих ассигнаций лимонов. Потом их вовсе изъяли. И главное это то, что советские банкиры наладили кредитную систему. То есть люди получали кредиты, предприятия финансировались. И, в общем, вот эти вот три вещи, отмена продразверстки, продналогом, реформа промышленности и банковская реформа, они, в общем, Россию тогда спасли. Потому что на предприятиях еще отменили уравниловку. То есть люди теперь стали получать деньги. Не все одинаковые, а кто сколько заработал, у кого какая квалификация, у кого какая норма выработки, тот, соответственно, больше других и получает. И, собственно говоря, это тоже стало толчком. Но, тем не менее, конечно, разрыв все равно был колоссальный. Потому что товаров повседневных не хватало, и они стоили запредельно дорого. А хлеб покупали все равно дешево. И вот разница между крестьянской Россией и городской Россией была катастрофическая. Безусловно, промышленность стала расти, но темпы роста все равно еле-еле дотягивали до дореволюционных темпов. И все это, собственно говоря, работало вот таким странным гибридом. Но все-таки это, начиная с 1921-1922 года, начинает работать. И здесь мы с вами подходим к главному блоку. Собственно, помимо экономики, всегда в обществе существует много разных вещей. Это культура, это искусство, это состояние самого общества, это газеты и журналы. И вот во время НЭПа это все начинает бурно развиваться. Ну, понятно, да, начать следует с ресторанов. Как только у частного капитала появляются большие средства, люди начинают их тратить. И, соответственно, по воспоминаниям Льва Шейнина, известного советского писателя, по воспоминаниям иммигрантов, которые приезжали в Россию, чтобы посмотреть, что такое Россия во времена НЭПа, картина создается очень четкая. Москва и Питер просто жгли. Вот веселье, пьянка и гулянка у НЭПМанов, она просто никогда не заканчивалась. Потому что люди получали шальные деньги, денег было много. Например, известный НЭПМановский ресторатор Дубровский вспоминает, что под его началом были все вновь открывшиеся рестораны Москвы. И он пишет, что червонцы текли к нему в карманы просто рекой. А он во время Гражданской войны был награжден Орденом Красной Звезды. И вот этот НЭПМан, этот новый буржуй, он пользовался большим уважением. Потому что как, он же на фронте воевал, и Орден ему помогал открывать очень многие двери. Он говорит о том, что, конечно, он благодарил всех чиновников. Они все у него еле пили бесплатно. Он им давал какие-то отрезы тканей, кому шубу, кому в ресторане ужин. Все это работало, безусловно. И вот он описывает свой кабинет. У него, значит, особняк трехэтажный. Огромный кабинет, дубовый стол, значит. Все НЭПМановские атрибуты того времени. Значит, люди, которые одеты по-другому. У НЭПМанов была своя мода, я о ней позже расскажу. Все, значит, здесь пересчитывают деньги, здесь какие-то накладные заполняют. А у него в кабинете за спиной портрет Ленина и всех видных большевиков. То есть, вот такой вот, такой странный симбиоз. Почему люди так отчаянно тратили деньги? Потому, смотрите, возникают снова рестораны. В магазинах Аркадий Райкин, великий советский юморист, вспоминает, что буквально за неделю магазины наполнились товарами. Появился сыр, появилась рыба, появилось мясо. Все это было в изобилии в Москве и Санкт-Петербурге. Возник снова жанр отдыха. Такой, как кабаре и театр. И кинотеатр. Культурный досуг. В Москве просто литературные кафе. Кабаре, он просто расцветает. В Питере было чуть-чуть по-другому. То есть, жгли совершенно точно так же. Дореволюционные рестораторы, которых, значит, не посадили и не расстреляли. Они снова начали открывать рестораны. И у них было все то же самое. Но, единственное, там была мода. Непманы старались жениться на отпрысках недобитой аристократии. Графинях, княжнах, чтобы говорить, что я не просто тут денег нажал, а у меня еще, о, княжна, значит, со мной, значит, встречается. Публичные дома появляются, появляется казино. Естественно, когда я об этом вам рассказываю, представляется такая картина изобилия, потрясающая. Люди по ресторанам ходят, деньги тратят. Ну, конечно же, тратят только определенная прослойка. Вот это вот все новое, все эти новые бизнесмены, они это и тратят. Народ, конечно, это у себя позволить не может. Ни крестьяне, ни рабочих заводов и фабрик. Они в этих ресторанах не сидят. То есть ситуация, на самом деле, очень сильно напоминает Москву и вообще Россию 90-х. Когда появляются казино, валютные рестораны, люди на мерседесах, красных пиджаках, а население на это денег не имеет. То есть всем этим пользуются деловые люди. И во время НЭПа было то же самое. Вот здесь они слушают в кабаре, значит, какие-то романцы, нюхают кокаин, едят ложками черную икру. У них своя мода. Они выписывают своим дамам платье из Парижа, хотя наверняка в Одессе все это стачали. Но тем не менее, вот такой вот мир, который очень узкий. И почему он так тратит неистово? Потому что люди понимают, что это все ненадолго. Что эти деньги легко пришли, их завтра так же легко отберут. Поэтому вот давай, гуляй рванины. НЭП-маны надевают смокинги, курят сигары. То есть они стараются походить на дореволюционную элиту. И, собственно говоря, понятно, что у них это мало получается. Когда мы, например, говорим о том, что кино во время НЭПа, кинотеатры переживают бурный рост. Да, безусловно, и выходит броненосец Потемкина из Эйзенштейна. Но он не был кассовым лидером. Смотрели всевозможный трэш. Стерва из Монте-Карло. Аферисты там из Монако. Убийство в Танжере. Ну, вот такие фильмы. Их индустрия производит и сейчас. В любой стране есть целый ряд фильмов категории бэд. Так называемые бимувис. Которые смотрят люди, в общем, непритязательно. Им это нравится. Да, там какие-то легкие мелодрамы, криминальные какие-то вещи. И, конечно, в кинотеатрах потребляется это. В основном кино заграничного производства. И люди его с удовольствием смотрят. Появляются публичные дома. Появляются проституции. И, естественно, народ, когда все это видит, НЭПманов он ненавидит. Ну, очевидно, НЭПман это просто тварь. Это такой вот буржуй, который вылез из нашего прошлого. Мы, вроде бы, всех этих людей выгнали, повесили, расстреляли. А здесь они раз и откуда ни возьмись нарисовались. И народ простой их, конечно, ненавидит. Плюс ко всему, как вы понимаете, там, где наличные деньги в огромном количестве, там появляется криминал. И, конечно, вся тусовка из Одессы, из Ростова, из криминальных центров России, она вся обратно набегает в Москву и Питер, потому что здесь есть чем поживиться. И, если мы, например, будем говорить о песне, были вот такие потрясающие популярные, не в смысле потрясающие культурные, а потрясающие популярные вещи, как там бублички. Купите бублички за ваши рублички, да, или там лимончики. Это были такие песни, которые писал один из главных куплетистов того времени, Яков Ядов. Они были написаны на манер блатного шансона. Потому что они пришли, конечно, из Одессы, и богемная публика, нэпмановская публика все это с удовольствием потребляла. И вот этот вот кабак, значит, там гудеж, половые приносят черную икру, здесь сидят какие-то женщины низкой социальной ответственности. На сцене кабаре, тут поэты, здесь артисты, а нэпманы ведут себя вызывающе. Отец, поторопись, что так долго? Ну, вы все знаете русское новорищество, как оно выглядит. Никогда оно не меняется. Ни в 1921, ни в 2022 ничего не меняется. Люди, которые быстро заработали деньги, они себя ведут по-хамски. Зачастую у них в большинстве свой низкий культурный уровень. И вот они сидят и прожигают жизнь. Потому что понимают, что завтра все может это кончиться. И что советское правительство делает? То есть, с одной стороны, нэпманы для них в данный момент хорошо. Они с ними пока идут по одной дороге, потому что те поднимают мелкую торговлю. ОГПУ в 1924 году пишет отчет о том, что до 50% торговли находится в частном секторе, в частных руках, не в руках государства. Это колоссальная цифра. И вроде бы они выгодны, но советская мораль всячески рисует карикатурный, отвратительный, сатирический образ нэпмана. Что это кровопийцы, что это барыги, спекулянты. Посмотрите, вот как выглядит классический плакат «Нэпман со своей девушкой». Вот так он выглядит. То есть, люди, которых народ ненавидит, и партия, естественно, эту народную волну подхватывает и всячески развивает. Появляются журналы «Крокодил», «Смехач». И в этих журналах про нэпманов пишут фельетоны, про них пишут обличительные статьи. То есть, общество всячески против нэпманов подогревается. Потому что это те люди, которые простого советского работягу разлагают. Мы позволяем им пока работать, не объясняем, почему, но позволяем. Но походить на них ни в коем случае нельзя. Это не ролевая модель. Зощенко, великий советский писатель, высмеивает их в фельетонах. Главная книга того времени, одна из моих любимых книг – «Двенадцать стульев». Она же пишет об этом странном симбиозе вот этой новой экономической политики, этих нэпманов, их девиц, их образа жизни. То есть, они высмеиваются и, в общем, подвергаются общественной критике. Но, тем не менее, существуют. Очевидно, что там, где все бурлит, где огромное количество шальных денег, возникает культура в различных ее изводах. От кино до современного искусства. Здесь тоже происходит безумное развитие. Ну, давайте начнем с книг. Книга пропагандируется как главная вообще форма досуга советского человека. И здесь надо подчеркнуть жирным, что называется. Большевики сделали совершенно беспрецедентную вещь – это борьба с неграмотностью. Потому что Россия, конечно, крестьянская страна, и она, в общем, имеет огромное количество неграмотного населения. Вот за этот период, несмотря на гражданскую войну, перегибы НЭП, 6-10 миллионов людей научились читать и писать. Вот плакаты того времени. «Мать, если бы ты владела грамотой, ты бы мне помогла». Большевики внедряют все на борьбу с безграмотностью. То есть, они понимают, что человек должен быть обучен. Человек должен уметь читать. И книги, собственно говоря, книга-печатание, но самое главное – это борьба с безграмотностью. То есть, это, в общем, невероятное и действительно выдающееся достижение правительства большевиков. Второй момент, который до сих пор, когда ты на это смотришь, это выглядит, правда, гиперкруто. Это плакатное искусство. Плакат появился до революции, он был рекламным, он был политическим. Но в советское время, особенно вот в годы НЭПа, это расцвело. Ну, были, понятно, политические плакаты. Вот не получаете деньги в черной кассе, знаменитый плакат «Папа не пей», тоже сейчас он может быть с успехом применим. Понятно, что были разработаны методички. То есть, на каждый социальный класс населения была направлена своя пропаганда. Если для рабочих плакаты были вот такого авангардного характера, то для крестьян они рисовались в понятной глубочной манере. И агитаторы, которые работали с крестьянами, они должны были по методичке очень коротко, емко, минут за десять рассказать, почему страна Советов самая лучшая страна на Земле и как им крестьянам хорошо в ней живется. Политический плакат, с ним все понятно. Но посмотрите, как выглядят плакаты иного характера. Вот плакаты кинематографические. Например, плакат про фильм Дзиги Вертова. Потрясающе выглядит, просто абсолютно современно, модно и круто. Плакат броненосца Потемкина. То есть киноафиши тех времен совершенно блестящее произведение искусства. Второй момент – это рекламные плакаты. И здесь, ну, начать, наверное, стоит вот со знаменитого плаката, посвященному Лене Сдаттену, фотографии Лили Брик, это муза и любовница Маяковского. И, собственно, вот смычка Маяковского с плакатным искусством – это отдельный вид, который уже просто стал классикой. Потому что к плакатам Маяковский писал блестящие слоганы, да, «Нигде, кроме как в Мессельпроме», «Галоши красные пролетарии». Вот все эти плакаты, они очень круто смотрятся, они снабжены короткими, очень емкими слоганами Маяковского. То есть Владимир Маяковский, помимо того, что он был главным поэтом вместе с Есениным на тот момент, он очень много сделал для плакатного искусства. Вот еще один плакат, да, самый знаменитый, «Лучше их сосок не было и нет, готов сосать до старых лет». Вот тоже автор Владимир Маяковский. И это действительно отдельный вид советского искусства. Это потрясающе сделано, это до сих пор очень круто выглядит. Про кинематограф я вам частично уже сказал. Конечно, огромное количество трэша, но восходит звезда Изенштейна, да, который снимает Броненосец Потемкин, являющаяся до сих пор классикой. Дзига Вертов, о котором очень мало кто знает почему-то, но это блестящий оператор, который, в общем, на его работах Голливуд учился. И это тоже все в России. Новая архитектура, новая живопись. То есть, все это безумно расцветает. Конечно, не без пошлоты. Я вам уже сказал, что основная история, которая творится в музыке, история, которая творится в кабаре, в арьете и в казино, это вот эти вот получистушечные фольклорные песни про бублички, лимончики. Эдакий блатной вот этот хоп-хоп-хоп-хоп. И Непмана с удовольствием под это танцует. Потому что это просто, это понятно. И подводочка очень хорошо идет. И, собственно говоря, на этих куплетах, в частности, вырастет, например, один из выдающихся певцов Советского Союза, Леонид Утесов. Который для Сталина, у него будут потрясающие песни про город у моря. У него огромное количество потрясающих песен, патриотических песен, художественных песен. Но у него, конечно же, есть и с одесского кичмана бежали два уркана, которые он просто для Сталина пел в Кремле. И ему позволялось это делать, потому что, конечно, он был талант. Но вырос он там. Вот эта блатная эстетика Одессы. Он видел этот Непм, эту смычку жулья, предприимчивых коммерсантов и вороватых чиновников. Он тоже во всем этом варился. И вы должны почитать книгу Мариенгоффа «Мой век, мои друзья и подруги». Это книга, которую написал Анатолий Мариенгофф «Ближайший друг Есенин». Там все про Есенин. Богема расцветает пышным цветом. Троцкие жалы «Шухокаин» продают аж на рынках. Богем выезжает за границу совершенно легко. Маяковский и Лили Брик, и Осип Брик ездят в Берлин, в Лондон. Горький путешествует в Италию. Сергей Есенин встречается с главной танцовщицей мира, Айсидор и Дункан. И уезжает к ней в Париж. Оттуда они едут на гастроли в Нью-Йорк. Он привозит, по словам Мариенгофф, три чемодана сатинового нижнего белья. То есть вот этот обмен с Западом происходит. Потому что с помощью концессии приезжают западные специалисты. И они создают здесь, в Москве и в Питере, достаточно большую диаспору. То есть вся эта культура, конечно же, расцветает. Журналы. Это «Крокодил», который дожил до 90-х годов. Журнал «Смехач». Журналы мод возникают, где обсуждаются новинки парижской моды. И вообще мода «Неппо» очень специфическая. Широкие ситцевые юбки и блузки. У женщин на них кожный пиджак. Кожный пиджак вообще самая главная фишка «Неппо». Потому что это комиссарский, это чекистский пиджак. Его модники тоже носят. Галифе заправленные в высокие английские ботинки. Кепи, шуба с бобровыми воротниками. Все это кичево, вычурно. Но эта мода существует. Феминизм. Когда мы говорим, что вот феминизм, вот он на Западе сейчас развивается. Ну, колыбель феминизма, это, конечно, советская Россия. То есть, когда иностранцы сюда приезжали, я читал воспоминания второй секретаря американского посольства. Его жена была просто в шоке. Что здесь свободная любовь. Единственный муж – это пережиток буржуазного строя. Сейчас бы это назвали, как полиамории, кажется, когда все спят со всеми. Вот, собственно, в Советском Союзе это продвигается будьте нате. Калантай, старая большевичка, которая потом уедет послом в Швецию, потому что поругалась с Лениным, она продвигает женскую повестку. Равные условия оплаты труда, забота государства о материнстве, забота о женском здравоохранении. То есть, фемповестка – вообще главная повестка в общественно-политической жизни. И иностранцы на это смотрят, раскрыв глаза. Потому что, ну вот, суфражистки, их в Лондоне еще недавно, 20 лет назад, то есть, в начале 19 века, их просто по тюрьмам закрывали, потому что они устраивали общественные манифестации. Конечно, не без вычурных вещей. Появляется движение, например, «Долой стыд». Что это такое? Люди говорят, что одежда вообще – это тоже рудимент и пережиток мелкобуржуазного наследия. Поэтому ходить надо голыми. Натурально прям ходят голые люди, они устраивают манифестации, по 10 тысяч человек – голые люди с повязками, с лентами через тело, где написано «Долой стыд». И вот эти «Долой стыдовцы», они формируют голые пляжи, нудийские пляжи, как сейчас бы сказали, голые манифестации в разных городах России. Я не помню, чьи это воспоминания. В Ростове выступал «Долой стыдовец», и человек, который пишет эти воспоминания, вспоминает, что «Я иду из Ростов, и вот голый человек стоит на трибуне и говорит о том, что надо отбросить одежду, тело не должно страшиться грязи и ветра». И вот этот голый человек стоит на трибуне, ростовчане удивленные, бабки крестятся, мужики, значит, понурые семечки сплевывают. Ну и уже я иду обратно, трибуны перевернуты, значит, «Долой стыдовцы» избили, конечно. Вот. Зоченко вспоминает, Петров вспоминает, Ильс вспоминает, что эти люди голые ездят на трамвае, их высаживают оттуда. И, в общем, это приводит к тому, что глава здравоохранения, молодой Советской Республики, господин Симашко, именем которого сейчас назван на больнице, выступает с отдельным манифестом. И тейк такой, что, ребята, вообще голым ездят не гигиенично. Ну, то есть, вы весь организм засоряете пылью, грязью, и потом на вас смотреть неприятно. И самое главное, что, ну, это общественное, это аморальное поведение. И, конечно, большевики это дело прикручивают, и до сих пор в архивах таких фотографий очень мало, потому что их всех изымали, свидетельство этого «Долой стыдовцев». Потому что сначала большевики это поддержали, как все молодое, новое, крутое. А потом поняли, что все-таки это ту мач, это уже вообще не туда едет. И «Долой стыд» довольно мало свидетельств осталось. Но, тем не менее, они остались. Литература. Я вам уже сказал о блестящих произведениях Ильфа и Петрова. Кстати, вот я о 12 стульях вам сказал, о «Золотой теленок», корейка, главный советский миллионер. Он же деньги даже не во время НЭПа заработал, а на заре. Потому что он собирал деньги для голодающих по Волжье, присваивал их и торговал лекарствами против ТИФа. И все эти деньги он, конечно, себе присваивал. То есть, вот первый «Советский миллионер». Блестящий роман Катаева «Растратчики» про то, как люди, значит, покрали государеву кассу и на поезде, значит, побежали куда-то. На юга, по-моему. Зощенко, о котором я вам уже сказал. Все эти стихи Маяковского, стихи Есенина, пьесы Маяковского, они высмеивали, конечно, всех этих НЭПМанов. То есть, НЭПМан – персонаж порицаемый. Но, тем не менее, еще раз, да, культурная жизнь прет. Она развивается. Здесь долой стыдовцы. Тут поэты-футуристы во главе с Маяковским. Здесь новый кинематограф. Тут женодел большевиков топит за феминизм. То есть, это все, ну, только телеграммы им не хватало. И ютубы. Все остальное было. И плюс газеты и журналы, да, от модных до сатирических. Но всему, конечно, этому балагану приходит конец. Конец НЭПа обусловлен причинами того, что НЭП отменили. Были следующие вещи. Ну, во-первых, политическая борьба. В 1922 году у Ленина первый приступ. В 1923 году у него второй приступ. Он вообще выпадает из жизни. Учится заново говорить, смотреть. И начинается жесточайшая политическая борьба среди большевиков. Самый популярный человек после Ленина никакой не Сталин, конечно, а Троцкий. И все объединяются против Троцкого. И постепенно его как наибольшего радикала, который был и против НЭПа. И что-то он вообще дедушку Ленина, вождя нашего, не очень почитал. Спорил с ним все время. Плюс у него большой авторитет. Его начали потихонечку-потихонечку оттеснять. И вот здесь выходит на арену Иосиф Виссарионович Сталин. Который впоследствии полностью подчинит себе партию большевиков и страну. И, собственно, вот эта диктатура Сталина, она будет продолжаться долгое время. Но политическая борьба идет. И со смертью Ленина все понимают, что, ну, и как бы и НЭП, наверное, тоже надо похоронить. Это с одной стороны. С другой стороны, НЭП, конечно, дал толчок развитию промышленности, развитию торговли, борьбе с дефицитом. Но опять, подавляющее большинство населения не могло себе позволить предметы, которые НЭПманы производили. И денег, конечно, не хватало. То есть, не решал НЭП вывод из экономической бездны России. Советской России. И поэтому от него, конечно, была польза, но никакого гигантского рывка с помощью НЭПа достичь не удалось. Ну и самое главное, НЭПманы, в общем, разлагают советских трудящихся, заводчан, фабричных девчонок. Вся вот эта легкая жизнь, все это атласное белье, ну, кому это все нужно? Это вообще совершенно буржуазная мораль. И НЭП начинают прикручивать. Сначала налогами, потом запрещением лицензии. И вот ресторатор Дубровский пишет, что налоги стали доходить до такого состояния, что мы вынуждены были закрывать рестораны. Но поскольку зарабатывать-то хотелось, и НЭП вроде не отменили, он, значит, из Москвы переезжает в Питер, потому что услышал, что парикмахерских вот это завинчивание гаек не коснулось. Он открывает парикмахерскую, хотя он в этом ни черта не понимал, но денег у него уже было много, и он был успешным ресторатором. И только он успел ее отреставрировать, ремонт сделать, ввели супербольшие налоги для парикмахерских. Он эту парикмахерскую бросил, и его впоследствии в 30-ку пекут уже в лагерь за торговлю грамм-пластинками. С помощью дипломатов советских он привозил западную музыку, только входивший в тот момент джаз, только входивший в моду, продавал эти пластинки, за это его посадят. Но вот Дубровский своим салагерником рассказывал эти истории про НЭП, и это один из главных бытописателей той эпохи. Ну и все это, все эти танцы заканчиваются. Ну, почему, кстати, танцы? Да, Москва танцует, Питер танцует просто как подорванное. То есть Зоченко вспоминает, что люди приходят в гости в 23 и заканчивают в 2 часа ночи, не попив чая, не поев, они постоянно, значит, рубятся под новую современную музыку. Москва просто сходит с ума от этих танцев. И, в общем, все, кончен балл, погасли свечи. НЭП налогово, экономический лицензион, а самое главное, с помощью общественной морали, с помощью поддержки этой народной волны лютой ненависти к НЭПманам, новую экономическую политику начинают прикручивать. Появляется первый советский пятилетний план экономического развития, а затем страна берет курс на индустриализацию. В общем, НЭП не получился. И сейчас уже, конечно, из 2022 года можно понять, почему он не получился. Потому что был слишком большой разрыв между промышленным производством и частной торговлей, между ценовой политикой и способностью населения платить за это. А самое главное, между вот этим духом предпринимательства, вот этого духом этого кутежа и этой буржуазной и дореволюционной, в общем, повесткой, он входил в резкий диссонанс с моралью большевиков, с той внутренней политикой, которую они исповедовали. То есть он был ей абсолютно чужд, и даже не чужд, а враждебен. В одном из воспоминаний, читаешь такую строчку, шел НЭПман, жирный, в бобрах, рабочий какой-то ему наступил на ногу, и он ему сказал, товарищ, не толкайтесь, здесь не 18-й год. Ну, то есть, да, понятно, что мы теперь, собственно, не в гражданской войне, у нас новое время. И все эти слоганы даже на афишах писали, приходите в ресторан, у нас котлеты Диваляй и шампанское, все как при старой жизни. Конечно, большевиков от этого бомбило, и вот первые ласточки борьбы с НЭПом, это убрать все эти буржуазные названия. Вместо щей Николаевских, которые ассоциируются с царем, щи из мелко нарубленной капусты, котлеты Диваляй, измените название на что-то более советское. Потому что, ну, что это такое, у вас все названия из прежней жизни, нет никакой прежней жизни. И, в общем, НЭП прикрутили, кто-то разорился, кого-то посадили, потому что общественно-политическая борьба, она же никуда не девалась. В 1922 году произошел знаменитый философский пароход, когда всех несогласных с советской системой философов посадили на пароход и дали ему уплыть, соответственно, в эмиграцию. Тоже это было. И, на самом деле, конечно, нельзя сказать, что интеллигенция, философы, деятели науки НЭП поддерживали. Нет, интеллигенция как раз НЭП-манов тоже презирала, потому что они были барыги в их понимании. То есть, вот со всех сторон НЭП-маны были, что называется, под огнем общественной критики. И, в общем, 1927 год, срыв государственных лебозаготовок, это повод к прикручиванию гаек. И, в общем, в 1928 году объявляется первый план пятилетнего развития. И к началу, к 1929 году от НЭПа ничего не остается. Какие-то частные артерии, даже концессии, концессия крупа была закрыта в 30-х годах в начале. Еще какие-то вот чудом недобитые вещи живут, но уже, конечно, это никакое не массовое явление. И, собственно говоря, НЭП заканчивается. Да, конечно, главное достижение НЭПа состоит в том, что он в кратчайшие сроки позволил быстро восстановить народное хозяйство, экономику страны и, главным образом, торговлю и частный потребительский сектор. Да, это было, безусловно, это так. Но большого промышленного рывка НЭП сделать не смог. И, собственно говоря, НЭП закончился. В заключении хочется сказать, что это вот был такой достаточно вычурный, гибридный, странный советский эксперимент. Кстати, очень новаторский для Советского Союза того времени. Понятно, я объяснил, почему закончился он, в общем, так, как закончился. Но НЭП вернулся еще раз. Он вернулся в Китай. В 1985 году великий китайский реформатор, которого китайцы до сих пор очень уважают, Дэн Сиопин, пишет, что наиболее правильной моделью социализма был социализм времен НЭПа в СССР. Когда вся крупная промышленность и поставки, и финансы в руках государства, а мелкий и средний бизнес развиваются частным образом под государственным контролем. И, собственно, Дэн Сиопин осуждал сталинские репрессии, но был очень увлечен идеями Бухарина. И вот реформы Китая 80-х годов, это реформы во многом сделанные благодаря тому, что Дэн Сиопин очень много уроков извлек из новой экономической политики Советского Союза. Вот такое-то было странное время, такое безумное время, бурное, искрящее, криминальное, безусловно. Вот что такое новая экономическая политика. Дорогие друзья, спасибо за то, что посмотрели выпуск. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте друзьям и все такое прочее. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok